Театральный центр Жаворонки славится своими концертными программами. На этот раз предновогоднее представление артисты вместе со сторонниками партии «Единая Россия» подготовили специально для ветеранов Одинцовского района. Очень хорошие в Жаворонках проходят и спектакли, и концерты. Я думаю, что ему будет очень приятно посмотреть, получить подарки. И для нас это серьезное на самом деле мероприятие. Мы всегда считаем, что во все праздники, особенно новогодние праздники, нужно отпочтить честь наших ветеранов. Мы с удовольствием это делаем. Мы рады, что вот такой праздник сегодня будет в Жаворонках проходить. Ветераны Великой Отечественной, дети войны, ликвидаторы Чернобыльской аварии, солдатские матери, ветераны ракетных войск. В зрительном зале представители большинства ветеранских организаций района. Настроение у всех праздничное. Встреча Нового года. Для меня, как и для всех жителей, конечно, это очень радостные, вдохновляющие события, настраивающие, так сказать, на хорошее будущее. Помимо ветеранов, в Жаворонки приехали и представители областного министерства культуры. Концерт вокального ансамбля «Юнона» – заявка на получение звания народного коллектива. У нас уже есть два народных коллектива. Это театральный наш коллектив, наша киностудия получила в этом году звание народное. И вот сейчас на соискании выдвинут вокальный коллектив, состоящий из женщин, жителей нашего поселения. Половина из них – учителя наших школ, Ликинская и Жаворонковская. И вот сегодня у них такая миссия. То есть, с одной стороны, жюри будет их оценивать и смотреть, и понимать, получат они звание или нет. А с другой стороны, будут сидеть самые главные судьи, от аплодисментов и настроения которых будет зависеть, собственно, это решение. Это наши замечательные ветераны. То, что концерт удался, было ясно по аплодисментам слушателей. Реакция зрительного зала однозначно показала, что «Юнона» – коллектив, пользующийся заслуженной народной любовью и уважением. А это гораздо важнее любых официальных званий и наград. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».